Девушки отдыхают 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 Все знают мартовского кота, куда ни плюни, не понимают, что это такое. Ну, я не смогу против восьмерки поиграть, я живу у него, мы кушаем бутерброды. Ты красный, Кот? Я не верю тебе. Что искаешь про Кот? Или пока не можешь? Ну, так, вдруг сейчас после меня все скажут, что ты черный. Ну, это интересно. Хочу увидеть этого смельчака. Я красный игрок, я не знаю, кто один, вы очень уверенно поговорили, это хорошо, но я цветом показать вам не могу. Я красненький, спокойный, 5-3 часа еще поспать, не получилось. Всем желаю хорошей игры, буду стараться очень сильно играть за красный город, пока не сильно проснулся. Я красный, игроку номер один, свет пока не даю. Сказал, неплохо. Спасибо, ваше время. Стихон номер три у вас за номер. Доброе утро, друзья. Я желаю победы красным, всякие сильные победы, это, пожалуй, в каких-то других играх. У нас первое, надо, чтобы все хорошо пошло с красной победы, а там будет видно. Первый игрок поговорил для меня открыто, хорошо, потому что если человек красный, потому что я не знаю ее манера игры. Но пока что поговорил уверенно, не побоялось там поговорить, ну, не диалог, а просто по другим игрокам. Для меня это скорее все равно красного. Второй говорит, что первое погорелло уверенно, но уверенно цвет не дает. И еще мне, ну, я не говорю, что он черный, я просто говорю, что тебе понравилось, что я против восьмого не поиграю, считаю его черным. Что это значит? Ну, сраная позиция, тем более, почему он черный, по просыпанию, либо по каким-то другим фишкам. Я вообще этого связки не понял. Может, это такой закитон от красного, который я не понял, но мне этот ход скорее не понравился, чем понравился. А один погорел открыто. Ну, я сказал, подогреть, играем? Да, спасибо, игроком М4, добрый, ваша сеть. Я играю с игроком номер один, мне игрок номер один понравился. Мне кажется, это красный игрок, ваш речь был открытый, вы там что-то еще ручками, там что-то как ораторские вот это все делали. Мне это понравилось, считаю, с красным игроком. Что? Зачем? Я не могу, я так разговариваю все время, придется привыкать. Игрок номер два мне тоже принципиально, она чисто эмоциональна. Ваш речь вообще не поняла немножко? Вы там с 8-9 играете, да, наверное, как я понял, всегда, да? Я просто в первый раз вижу понятия, не имею в виду, как мартовский код. Вообще не знаю, кто это. А кто это? Это пятый игрок, мартовский код, или игрок номер 9? Я немножко просто... Пятый, пятый. Ну, вы какой-то наглый. Ну, тут подходит, по-моему, мартовский код, роман. А восьмой, это пахан. Восьмой пахан, да, наверное. Короче, я играю один, двойка мне все нравится, тройка мне нравится. И один, два, три играю. Спасибо. Ну, я не знаю, мне не понравилась сейчас четверка, не понравилась двойка. Считаю, один красный, ну, скорее красный. Три понравилось, как разложил, не побоялся покопаться в двойке, по делу напихал. Считаю, три, ну, самый красный, поиграю с ним, один, нормально. Четыре, вообще не понятно. Вы попытались поговорить по игрокам, но по ним не поговорили. Так вот, сквозь. Нет, не понравилось, четверка не нравится. Два, то есть, есть ли мартовский код, поговорить плохо, будет черный, проверенный. Вы против него будете играть? Или как? Или вам все равно? Черный, думаете, да? Не знаю, вот эта оговорка, то, что Фокс подметил, мне не понравилась. Я бы двойку просил на проверку. Если два будет красный, будет один, два, три. Пять, красная команда, а четыре, большой вопрос. Вот так вот, спасибо. Спасибо, номер шесть минут. Доброе утро, город, мой ник Вилка. Игрок номер пять нервничает, поэтому пятерка тоже спокойно может вязаться туда в команду. Мне лично не понравилась позиция очень игрока номер два. Считаю, что один красный, если сказал красный, назови красный. А так, что сказал, объяснил, почему потом. Ну, цвет я не дам. Вот, чтобы потом можно было дальше, когда-то, где-то вспомнить. Но я же не дал ей на нулевкий цвет. Я же не поиграл с ней. Игрок номер два. Вот сколько вы играете? Вы должны как-то заявить о себе или что-то сделать. А вы ничего не делаете за этим, кто вам потом считает, что на два идут подозрения. На три, которые дают игроку номер два. Красный цвет тоже могут идти подозрения. Игрок номер пять нервничает. Единственное, что вы подметили, что игрок номер три красный. Мне это нравится, но, допустим, будем пока считать игрока номер два. Самым черным игрока номер четыре за шутку будем считать. Чуть менее черным игроком номер 5 Который нервничает, мы послушаем И как-то там повспоминаем Может быть, когда-то потом Спасибо Спасибо вам, игрок номер 4 Юка, вот так хорошо начал Такая позиция была А потом, когда у тебя 2 черные У тебя 3 очерняются А где теряется игрок номер 4, который Берет 1-2-3 красную команду 3 красняются, 4 сказал, 2-4-5 Я поняла, но начало речи То есть ты обрываешь Ты говоришь 2-3, а потом обрываешь Тебе уже 4, ты не лезешь Но я вот, для меня лично 4 поговорил очень эмоционально То есть он не побоялся пошутить Вот как-то так над котом Ну тоже такой смелый парень Он знает, кто такой мартовский кот Кто это? Кто это? Для меня вот игрок номер 4 поговорил нормально Для меня игрок номер 3 поговорил нормально У меня двойка не такой черный Вот прям черный То есть вы обращаетесь к прохожей Узнавать цвет игрока номер 8 Допустим, вы черный, они двойные красные Зачем вам это делать, настраивать Ну то есть, ну, либо вы пытаетесь их уже поссорить Но я пока этого не вижу У меня 5-6 больше подозрением Чем вот 1-2-3-4 Вот против 5-6 я поиграю на этот круг Спасибо, ваше время Номер 8 То есть, звездочки, я правильно понимаю вашу речь После вас сидит 1-2 черных Если они все красные 1-2-3-4 Между 5-6 мы допускаем вариант Что может быть один черный 2-6 могут быть вместе черные Слабо верится мне в это Я бы проверял Значит так Давайте так, я скажу, чтобы не было динамики Да, в этой игре Я назову это правильно Я скажу Буду говорить черное, это значит красное А красное, это значит черное Вот Я считаю самым черным это единицу Второстепенно черным это тройку Между 5-6-1 кто-то черный Вот Красными Такими вот Ну, глобально красными Я думаю, что можно Опять-таки между 5-6 одного поискать Двоечку надо с кусочку оставить Ну и девочки Тут такая ситуация по стулу для меня Что между вами как минимум Один черный сидит Вот Поэтому 5-6 проверю Спасибо Вам игроку по 2-м 9 Это уже подружки Ну, смотрите Во-первых, как-то вы все упустили Там осуждают двойку Двойку сказала, что он считает Восьмерку черной Невозможно А просто считает его черным игроком Поэтому давайте проверим восьмерку Да? Проверим восьмерку Получим Зачем я двойку, что я красный? Я считаю, что двойка красный Зачем нам лучше черного найти? Я считаю тоже восьмерку черный Почему нет? Я считаю семерку красным Потому что вы не дали никаких команд Я считаю Ну, пока я готова играть с игроками 2-3-4-7 единицы Я не считаю красным игроком Я считаю, что она свою речь притянула То есть она очень хорошо говорила вначале очень много потом начал послушаем и не за потом давайте послушаем и вторую речь только мне кажется красным зачем пролить 6 у меня 7 красная я что же допустим расклад по восьмёрке нам даст 5 секунд хорошо удастся во всем что там снесем игрок номер один пока поиграть второе когда говорил мне не понравилась его речь которые заочно восьмому дают черный цвет возьму не отказывается в общем вторую тоже у него третье на речь немного тоже не понравилось что он ручок не дал шанса 8 8 красный здесь короче 4 игра 7 игра 9 пока поиграю а 5 переврал переврал закончу сказал 134 у него красный потом 2 на проверку что я сказал 1 2 3 красный на городе наступает нам сладких слов а а а а а а а а а Ладно, всё! Мальчаный лэв, к slutам и манг. Мальчаный лэв. А вот господа, у меня две новости, целый на счет, номер 10, удаленный из игры, вы придаете игровой стол, игровой зал, игрок номер 2 убит у вас на номер, сколько черных, можете назвать. А это было понятно, игрок номер 6, 100 черных игроки, быстренько, потому что у меня мало времени. А что такое, что случилось, почему 8 стал черным игроком, ну так надо думать изначально, а при чем тут 2 убили, при чем тут это, игрок номер 8 отшутился на своей минуте, полностью, вы мою речь перекрутили, говорили, что я что-то не так сказал, игрок номер 8 так вам сказал, он полностью перекрутил так, чтобы потом сказать по-своему, ну так думайте, у меня между 4 и 5 и 6 есть черный игрок, и у меня 8 черных игрок, 9 мне нравится, игрок номер 1 неплохо сказал, но она очень волновалась своей речи. Все, девятка для меня красная, для меня 7 красная. Спасибо. Ваше время и сфера. 3 минуты ваша наша. Ладно, у нас критика, это нужно сделать, я шри 8 проверенный красный, теперь думаем дальше. Что, есть еще одна? 9, хорошо, вы смотрели, ка-падерим 9 на голосование. Лично моя позиция, что? Да, вы думаете 9 красный, а кто черный? Про садить говорит 8 точно черный, а потом если 8 проверится черным игроком, тогда будет второй игрок. Ну, в итоге и 8, и 2 красные игроки по факту. Ну, 10 черный, ну а вдруг она это красным сделала? Я не знаю, как играют в Минске и за что просыпаются в Минске. Я такой, ладно, я к этому апеллировать, наверное, не буду, это как-нибудь красиво. В общем, четвертый, который говорит, что 1, 2, 3 все красные, он по факту играет скорее в красный. Я не знаю, который красный игрок, первая мне понравилась. А 5, 6 тут как-то копается. Вот мне вот между 5, 6, 9, вот 5, 6, 7, 9. Спасибо, ваш 3 гостей, ну, наверное, 4 минуты, а что же? Я думаю, десятка скорее чего, ну зачем она просмотрит, то есть в чем смысл, не слышит что ли плохо, или в чем проблема. Что? Шерифом? А-а. Ну, доном, да, скорее всего. Потому что третьего все назвали красным, то есть смысл ему сейчас скрываться, если он уходить не будет, то есть спасать только 8-го, ну а смысл? 8-й тоже не уходил у меня, между 5, 6 уходил скорее, ну или 9-й, если 8-й. Ну, короче, я подозреваю 6-го игрока, встанинка с вами игрока номер 6. Мне не понравился, во-первых, 5-й игрок, я объясню, что 5-й, почему не понравился. 5-й, вы говорите, что если вы проверили 2 красным, то вы поиграете 1, 2, 3, 4 не поиграете. Но я-то в конце своей речи сказала, что 1, 2, 3 я играю, то есть я тоже должен быть красным. То есть вы должны играть 1, 2, 3, 4, с 2 крыльца красным, а вы хотели против меня играть. А 6-й как-то он перепутал речи, ну вы перепутали речи игрока номер 3, вы сказали, что 3-й черный, потому что он копал игрока номер 2. Нет, вы сказали, что он, нет, я сказал 3-й, 2 красный, а он скажет. Номер 5, прошу. Дорогие друзья, ну, оговорка по Фрейду у игрока номер 3, какая критика, если десятка уходила черная у вас, вы не знаете, да? Представляю игрока номер 6 на голосование. Давайте отталкиваться от того, что, ну, я вот красный игрок, я не знаю, у меня вот, если бы двойка проверялась бы красная, у меня было бы все проще. Я верю 7, я не знаю, как вы пишете ее это, мне девятка, у вас, мартовский код, у вас же между 9-10 был один черный, вы нас верите, сейчас сказали, 1-2. Ну, вот это вот, я не знаю, если бы один, тогда были бы у вас проблемы, мне кажется. Ну, потому что, если исходить, вы верите шерифу этому, да, однозначно, не знаю, тоже хорошо, блин. У меня 6 черный, ну, у меня просто черная команда, я не вижу больше черных, 6-ка черная. 6-ка черная, ну, может, единица черная, если 10 уходила черная, тогда 6-10, кто 3-й? Я не знаю, ну, мне 4 сейчас понравилось, я считаю, блин, ну, я не знаю, что делать, потому что я не знаю, как я 10 ушел. Доброе утро, город. Игрок номер 2 спрашивал меня, кто черный, вот, игроков 4-5 я нашел, выставляю игрока номер 5 на голосование, выставляю игрока номер 4 на голосование. Игрок номер 4 начинает свою речь с того, что начинает говорить, что игрок номер 6 у него черный, рассказывает все аргументы по игроку номер 5. Говорит, что я что-то перепутал, я называл игрока номер 3 красными, все сделал правильно, игрок номер 4 назвал 1-2-3 красными, с моей позиции, что 2 черные, вы неправильно вяжетесь. Я сказал, что за шутки вы пока будете вторым черным, а не первым, как игрок номер 2. Игрок номер 2 ушел, я переобуваюсь. не говорит ни одного аргумента, почему игрок номер 6 крас, черный, и выставляет его. Я говорю, что игрок номер 10 черный. Считаю, что сейчас надо играть только в одну линию игры, что игрок номер 10 у нас мафия. Иначе мы не выиграем, если игрок номер 10, мы все равно проиграли. Я играю, если игрок номер 3, ему бессмысленно вскрываться сейчас, играя против 4, 5, между 8 и 9. Спасибо. Что значит между 8 и 9? Что значит, что вы однозначно верите игроку под номером 3? То бишь, игрок под номером 3, версия, что 3-8, например, черные игроки, между 4-5-6 и 1 черный, мы сейчас просто ставим руку не туда и проиграем 3-3, вас не волнует. Вы вообще не рассматриваете эту версию. Вы говорите, что тройка точно шериф. А почему игрок номер 10 не может... Десятка шерифа мы уже не выиграем, все, какая разница. Ну, то есть у вас 10 бетона черный. У тебя 10 бетона черный, ты мне это заявляешь. Ну, я типа поставлю тебя руку, если ты так будешь говорить. Блин, с этим уходом десятки у меня между 8-9-10 сидел только один черный игрок. У меня там двойки черных, ну, не собиралась. Игрок номер 9, когда говорит, сначала отправляют проверку в игрока номер 8, если она черная, она знает, что стреляется игрок под номером 2, смысл ей говорить, если 8 найдется красный, 2 будут черный. Нету смысла это делать. А когда игрок номер 10 начал говорить, то есть даже если по вашей версии игрок номер 10 черный игрок, она показала 10... Ну, номер 8, у вас минуты одно замечание, прошу. В этом раскладе вы можете быть черным игроком, всем, которые знают, что игроку номер 9 это категорически невыгодно. Игрок номер 9, что такое? Вот что будем делать? Как вам игра вообще в целом? Проигрывать, да? Ну, что так думаем. С десяткой вы бы играли к шерифу? Ну, то есть я подразумеваю, да, вот ведущий говорит, просыпается, дон ищет шерифа. На шерифе она могла снять повязку. Просыпается, шериф ищет, маха. Ну, короче, что это было? То есть у нас есть вариант такой, если мы сейчас проигрываем 3 в 3, то это хорошей команде 3 в 6, и я не знаю, кто еще. А вариант номер 2 мы выигрываем против игроков номер 10. Типа, 3 поделить, 5-6 подняем. А кто выставлен на голос? Выставляю опять, выставляю 6-5. Ваше время, выставляю номер 9-6-5. А кто выставлен? 9-6-5. Значит, игроки номер 1, 3, 4, 5, голосуют 6. Остальные 5. 1, 3, 4, 5, голосуют 6. Угу. А у нас в половину опять. Ну, смотрите, понимаете, вот игрок номер 3. Вы 4 каким считаете? Не знаете? Ну, смотрите, а 7 каким считаете? Красным. Вот смотрите, я в первую группу проиграла 2, 3, 4, 7. Двойка отстрелянная, 7 вы считаете красным. 4 вы допускаете, что красный свой цвет вы знаете. То есть при этом вы меня считаете черным. 10 секунд. Вы меня выставляете. А зачем? Они встали в баланс друг с другом. Для меня двойка был красный. Двойка говорит, что 8 черный. Они стоят в балансе, они уходят. Ваше время и стекло. Благодарю вас. Ну, проверяйте, пожалуйста. Мне не понравилось, как игрок номер 9 объединила 2, 3, 4 и поиграла 7. Ну, то есть на тот момент у 4 не была такая сильная позиция. А седьмая ничего лучшее не сказала, что 5-6 могут быть вместе с черными. Поэтому 9 может быть черным. И вы можете проверять меня, но даст ли вам... Ну, то есть 2 красных игрока 1,8 могут выиграть эту игру? Господин Марков. Ваше время и стекло. Дамы и господа, 3 игрока на голосование. Это игроки под номерами. 9, 6, 5. 9, 6, 5. Прошу брать руки с игрового стола, определиться и голосовать. На голосование вы создаете игроку номер 9. Спасибо, нет голосов. На голосование вы создаете игроку номер 6. Спасибо, 4 голоса. Сколько же против игрока номер 5? Номер 6 у нас 30 секунд, прошу. Вообще у меня больше аргументов по игроку номер 4, который говорит, что я перепутал речь, при том, что повторяет то, что я сказал, я сказал все правильно, объясняет, почему игрок номер 5 черный, а выставляет игрока номер 6. Ну, только в обратном порядке выставляет, а потом объясняет, почему 5 черный. Я считаю, что игрок номер 4 скорее черный в данной ситуации, но игрок номер 5 абсолютно не реагировал всю речь, когда я у него спрашивал цвет игрока номер 2. Поэтому я подозреваю, что они скорее всего вместе черные. Ну, пока, Ломкин. Спасибо. Номер 5, 30 секунд. Я не хотел с вами коммуницировать, потому что у нас была одинаковая позиция, вы назвали меня черным по первому кругу. Это во-первых. Во-вторых, я считаю единицу красным игроком, для меня единица красный, не знаю там. Скорее код сейчас просто по реакциям и тоже красный, и думаю, звездочка красная. Смотрите, есть ситуация. Я думаю, что 6 черный. Если десятка черная, тогда это одна команда. Если тройка черная, тогда будет тоже 6. Но 6 у меня у всех вяжется. Сейчас поднимаем двоих. Потому что, чтобы у вас не было парано и сократить, если он шериф, ему проверки. Сейчас 2 только встает игрока. Спасибо. Спасибо вам, игроки. 6-5 на переголосование. Прошу обратить руки с первого стола. Продинайся голосовать. 6-5. На голосование у вас задает игрок по нормам 6. Спасибо. 4 голоса. 4 голоса против игрока по нормам 5. Ну, только, чтобы понять обоих игроков. Я рассчитывал, что 6 станет, а потом... А, шериф? И красный. 10 красная? Что она стала? Ну, ладно. Тензи, сори, ребята, если плохо сыра. Спасибо. Спасибо вам за игру. Я ведаю, конечно, в пользу маленьких. А за что она стала? Мы играли по-любому, но она не важна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...